Итак, перед нами упаковка вензель-эксперт-рекуператор, который предстоит установить на эту стену. И приступим к распаковке. Сейчас посмотрим комплект поставки и вообще, в принципе, части из которых состоит. Всяческие уплотнительные резинки, комплект дюбелей саморезов и пульт. Дальше у нас сам внешний блок с кабелем питания с евровилкой. Так, во внешнем блоке у нас расположена микросхема управления, механизм управления шторкой. Точнее, жалюзи, которые открывают и закрывают приток воздуха. Сам механизм довольно-таки прост. Внешне он выглядит вот так. В этом отсеке вот такая шумопоглощающая наклейка. Она вклеивается в трубу и поглощает шумы, которые идут с улицы. Далее, внешний блок горловины. Он устанавливается снаружи рекуператора, то есть с уличной его стороны. Но этот блок мы не используем, потому как для его установки нужно вызывать группу промышленных альпинистов. Это довольно недешевое мероприятие. У нас для этих целей есть гораздо более простой вариант. Тут внешняя горловина, которая устанавливается изнутри. В комнате, если посмотреть на внешнюю стену, идеальным вариантом для установки рекуператора была бы вот конкретно вот эта вот площадка. Где-то на равном удалении от потолка и пола, то есть посередине стены, здесь рекуперация воздуха была бы самая лучшая. Но, так как у хозяев квартиры в этом месте располагаются шторы, довольно-таки плотные, которые будут мешать воздухообмену, было выбрано более приемлемым место рядом с батареей, вот конкретно здесь под подоконником. Установка рекуператора в этом месте будет значительно хуже проветривать квартиру, но, так как воздушные потоки, вызываемые подогретым воздухом от батареи, будут участвовать в рекуперации, проветривание будет довольно-таки на высоком уровне, особенно в зимний период, когда включено отопление. Летом эффективность рекуператора будет гораздо ниже, чем зимой. После выбора места для установки рекуператора нам необходимо сделать сквозное отверстие в наружной стене диаметром 180 см. Для этого нам необходимо учесть материал стены, собственно, наружный. В данном случае это материал газобетон, то есть у нас район Юнталова, здесь дома построены каркасно-монолитные и внешние стены здесь сделаны из пеноблоков. Для этого мы, чтобы установить стойку для двигателя алмазного бурения, мы используем вот такие вот анкера для газобетона, анкерное крепление. Соответственно, по спецификации он держит 40 кг, это более чем достаточно, потому что мы для газобетона используем двигатель Фортеца СЦY1520. Это довольно-таки простой, надежный двигатель. Максимальный диаметр сверления по бетону у него идет 150 мм, но так как у нас достаточно легкий материал стен, мы будем использовать вот такую коронку на 180 мм. Ну и на всякий случай взят удлинитель на 300 мм, но, мне кажется, коронки 450 хватит для данной стены. Осталось установить двигатель на стойку, на штатив и произвести бурение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, в общем-то, промежуточный этап в бурении стены. То есть, длины коронки не хватило. Вот фрагмент стены. Хорошо видны кирпичи, каждый отдельно взятый. Продолжение следует... В общем, работа для двигателя алмазного бурения. Фортеца SCY 15-20 закончена. Убираем его в чехол для переноски и пока откладываем. Вот, собственно, результат его работы. Далее мы измеряем длину полочного отверстия. В нашем случае это 51 см. Все, нам даже не нужно ничего обрезать. Примерим. Да, все отлично встает. Чтобы с улицы к нам не доносились никакие шумы, мы используем вот такую вот комплектную наклейку шумопоглощающую поролон. Даже акустическую можно назвать. И таким образом его туда с одноуличной части трубы наклеиваем. И наше отверстие изнутри приобретает такую вот замысловатую форму. Далее нам необходимо установить внешний колпак. Он устанавливается изнутри. Он представляет из себя такой вот козырек, который защищает нашу конструкцию от осадков. И резиновый уплотнитель, который надевается на трубу и с обратной стороны стены расправляется. Собственно, два характерного щелчка. Мы получаем очень жесткую конструкцию. Эстетического в плане вида. Далее мы полученную конструкцию вставляем в отверстие. Проталкиваем вперед и возвращаем назад. То есть, юбка наша открылась. И заблокировала движение. Мы сейчас, к сожалению, уже на улице темно. Я сделаю фотографию отдельно, как это все выглядит. Все, дальше можно приступить к его заопениванию. Установка. Установка. И проверка рекуператора закончена. В данный момент рекуператор работает с родным кабелем, который просто включен в розетку. Все, спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова